Как делишки ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем рассматривать новую версию Стапшота, а точнее новую версию Майнкрафта 1.9. Сегодня мы рассмотрим много чего интересного, много различных изменений, я не знаю, с одной стороны крутых, с другой нет. В принципе, во всех обновлениях есть положительные стороны и также не очень можно и так сказать. Но, ребята, перед этим я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы говорим 700 лайков, то в первую же очередь это будет мне очень сильно приятно. Я очень люблю своих подписчиков, я для вас пытаюсь как можно чаще делать видео и как можно длиннее, а всё, что я хочу хотя бы взамен, это то, чтобы вы хотя бы тоже немного выразили своей любви лайками или подпиской на мой канал. Потому что я каждого с вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью, каждый подписчик для меня как друг, поэтому если хочешь стать моим другом, просто подпишись, я буду очень сильно этому рад. Также не забываем оставлять комментарии под этим видео, я читаю ваши комментарии и также постараюсь на них ответить, то есть с вами пообщаться. А мы, ребята, приступаем. Ну что, давайте начнём с самых простеньких изменений, посмотрим такие небольшие доработки или вообще офигеть какие небольшие. А потом рассмотрим самые-самые крупные. Да, ребята, в первую очередь мы начнём с котлов. Как я знаю, раньше, раньше вы не могли собирать воду с котлов, да, то есть раньше, если вы заливали туда воду с помощью ведра, то обратно вы не могли её забрать. А сейчас вы можете её так как и положить, так и забрать. То есть, в принципе, так сделали, я не знаю, было ли так раньше, но сейчас вы это всё очень простенько можете делать и, в принципе, это, если честно, даже выглядит очень круто. Да, приступим к следующему, к следующему обновлению. Я даже не знаю, ребята, что это такое? Все знают этот крафт, все хоть раз в жизни им пользовались. Это крафт Ночь Эппла, да. То есть, я не знаю, как остальные называют там, яблоко бога или всякое остальное, но, короче, по-английски, как америкос называют, это Ночь Эппл. То есть, самое сильное, самое сильное яблоко, которое прям, многие говорят, что оно слишком сильное, то, что когда вы вступаете в бой с человеком, у которого есть эффект этого яблока, то, можно сказать, он в какой-то степени, в какой-то мере даже не убиваем. Но, что сейчас? Сейчас, ребята, если вы хотите, допустим, пойти там убить Эндер Дракона, там подготовиться по максимуму, то давайте посмотрим, что разработчики сделали. Что же они там творят? Сейчас, ребята, сейчас крафт Ночь Эпла больше не существует. Они его запретили, то есть, вы, как обычно, как всегда, можете взять и скрафтить самое обычное яблоко, да, то есть, Golden Apple ничего необычного. А вот зачаренное яблоко, как его называют, или Ночь Эппл, или как-то по-другому, вы больше скрафтить не можете. Да, они убрали его крафт. С одной стороны, это круто, конечно же, я, в принципе, рад, потому что это, если честно, было немного даже очень сильно, если у тебя не было вот этого яблока, а у других людей оно было, то был такой небольшой дисбаланс того человека, у которого присутствовал эффект этого яблока, было нереально сложно убить. Поэтому они убрали это яблоко вообще с крафта. То есть, вы можете найти это яблоко. Они его не убрали с самого Майнкрафта, оно присутствует. Смотрите, как обычное, так и зачарованное. Оно присутствует, но как его сейчас добыть? Сейчас вы его можете добыть только в данжах, в различных сокровищницах. И, в принципе, когда вы идёте, вы открываете сундук, и там с маленьким шансом, я хотя бы надеюсь, что они его немного повысят, потому что это реально очень маленький шанс, вы можете найти вот это золотое зачаренное яблоко. Но чепл, как можно сказать. Вы можете найти, но сейчас, к сожалению, без крафта. То есть, вам просто-напросто нужно искать много-много ходить, искать-искать много данжей, чтобы, наконец-то, взять и найти хотя бы одно яблочко, которое послужит вам в дальнейшем. Ребята, я своё мнение не могу сказать, потому что, ну, я не знаю. Я спрошу вас, как вы думаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Это больше плюс или это больше минус? То есть, вы на какой стороне? За то, чтобы всё-таки крафт Ночь Эппла был, потому что оно, в принципе, нормально, да? То есть, не вносит какой-то гигантский дисбаланс. Или всё же на другой стороне, чтобы крафт Ночь Эппла не был. То есть, ну, не существовал, и вы его могли находить, вот это яблоко, только в различных данжах. Я, ребята, у вас спрашиваю, напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Я реально буду очень рад почитать ваши комментарии и узнать ваше мнение. Ну, как всегда, вот это обычное яблоко вы можете крафтить. В принципе, в этом ничего не изменилось. Вот немного мы скрафтили, и всё это, в принципе, можно поставить обратно. Этого мы немного скрафтили. Что дальше? Что дальше мы можем посмотреть? Зачем я тут поставил этих лошадочек? Прям лошадка, транспорт, всадника апокалипсиса, да? И вот эти три блока. Что они ещё намудрили, эти создатели Майнкрафта? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, взяв обычный, обычный меч. Когда мы убиваем вот эту лошадку, смотрите, что с них выпадает. С них выпадает энд кристалл. То есть, кристалл эндермира, да, можно и так сказать. Что он даёт? Что он даёт? Нет, сначала давайте посмотрим, как же его добыть. Он добывается просто, когда вы убиваете этих лошадок. Хе-хе-хе-хе-хе. Я не скажу, что это очень просто. Ребята, Кто думает, что это слишком сильно как-то? Это очень слишком просто. Вы ещё не знаете, для чего служат эти эндер-кристаллы? Но, они выпадают стопроцентным шансом. Вы думаете, нифига себе, я ещё пойду, найду эту лошадь, убью. И у меня появится вот такой эндер-кристалл. Да, найдёте. Кто не знает, Эти эндер... Вот эти лошадки и скелеты вместе с скелетом, да, Спавнятся только ночью. Только тогда, когда идёт гроза. И дождь. И только тогда, когда молния ударит в эту... В любую лошадку, которая будет гулять на равнине, Там, на... На поляне, мирно, дружелюбно. Так, если молния ударит в эту лошадку, То шансом 0, Десятых процента у вас может засваниться эта лошадка. То есть, во-первых, вам нужна ночь, Вам нужен дождь, Вам нужна... Нужна молния, Вам нужно, чтобы эта молния точно ударила... Нет, вам ещё нужна лошадка, Которая просто мирно будет гулять на лужайке. И также вам нужна молния, Которая шандарахнет в эту лошадочку. То есть, 5 вещей. Если исключить эти 5 вещей, То вам нужно ещё, чтобы шанс 0,5% подействовал, И чтобы у вас всё-таки засванилась эта лошадка. Если вы хотя бы за всю жизнь встретите одну такую лошадку, Вы уже можете называться чемпионом мира. Это как будто встретить какой... Это как будто встретить херобрина в Майнкрафте. Вы быстрее херобрина встретите, чем вот эту лошадку. Я хотя бы надеюсь, что в будущем разработчики всё же сделают намного больше и намного чаще спан вот этих лошадок. Ну, сейчас давайте вернёмся, для чего же нужны эти эндер-кристаллы. В первую очередь, они могут служить как украшения. Да, то есть, вы можете ставить их только на 2 блока. На деревья, на землю, на куда-то любой другой блок, вы не можете ставить эти энд-кристаллы. Вы их можете ставить только на бедрок, что в принципе глупо, Потому что бедрок вышло, прокопаясь в самый низ, там, на какую-то вторую-третью высоту, Чтобы просто этот энд-кристалл поставить. Это бред. Ну, или же на обсидиан. На обсидиан все могут добыть, все могут поставить его дома. И в принципе, ничего тут такого нет. Также они взрываются. Если бы я стоял сейчас вот тут рядом, Давайте я даже вам покажу, Неги-мода, То я бы умер, потому что они имеют нереальный радиус поражения. И они офигеть как взрываются. А, это в принципе также может служить как украшение. Если вы поставите у вас возле дома вот этот энд-кристалл в ванильном Майнкрафте, Это будет реально красиво смотреться. Если, например, тут, я не знаю, можно какие-то другие там, Можно, можно пофантазировать, да, Можно что-то поставить, например, я не знаю, люки какие-то. Фиг его. Поставить как-то здесь... Твою мать. Сделать какое-то украшение, И, в принципе, мне кажется, это будет даже очень вот так круто смотреться. Но, ребята, это решайте вы. Это реально будет... Послужит крутым украшением для вашего дома. Но! Зачем это нужно? Зачем это нужно? Зачем вообще они сделали вот эти кристаллы, Которые выпадают с лошадки? То есть, вообще я не вижу связи лошадка, Кристалл и Эндер Дракон. Потому что это нужно для Эндер Дракона. Я еще объясню как. То есть, я не знаю, может, это какой-то браток, лошадка, Это браток Эндер Дракона, Который дал этой лошадке там потаскать, Поносить Эндер Кристалл. И лошадка попросила, дай там крутые эндики, Дай мне там потаскать на неделю. Так вы вообще понравились, слушай. И он ей отдал, и она там гуляет с ним. Фиг его знает. Фиг его знает. Но! Зачем они нужны? Сейчас мы, ребята, рассмотрим. Давайте возьмем все необходимые предметы для того, Чтобы пойти и сразиться в Сэндер Дракона. Да? То есть. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть меч на Шарп Несс 5. У нас есть лук на Пауэр 5. У нас есть Голден Эппл. Но. Но. Во-первых, у нас нет сейчас кучи времени, Чтобы идти с ним сражаться. Потому что мы не будем растягивать серию на полчаса. И во-вторых, они же убрали сволочи Крафт Ночи Эппла. Мы сейчас не сможем его скрафтить. Поэтому, ребята, мы пойдем обычным путем. Я залез на сервера Пентагона. И сломал Майнкрафт. Да, ребята. Берем, короче, лук на Пауэр 2000. И берем алмазный меч на Шарп Несс 2000. Чтобы просто-напросто долго не париться вообще с этим Эндер Драконом. Да? И просто бежим, летим и телепортируемся в Энд Мир. Вот это хреновая вот такая комнатка. Может бы они как-то получше ее сделали? А то фигово оно так спамится. Я не знаю почему. И что нам нужно делать? Что мы вообще сейчас можем делать? Во-первых, давайте разрушим вот эти кристаллы, которые, в принципе, уже присутствуют обычно. Да? Чтобы Эндер Дракон больше не хилился. Да? Зачем это нам нужно? Это же нужно убрать для того, чтобы он был уязвим. И, в принципе, это очень просто. Вот я убираю последний кристалл. И сейчас самая эпичная битва, которая только присутствовала в Майнкрафте. Вы больше никогда, нигде такого не увидите. Все! Битва закончилась! И смотрим. Его там вообще разносит. Походу, что-то съел на обед не то. У него прям пурчит в животе нереально. И прям... Не кушайте, ребята, молочко с огурчиками. Вы видите, как вас вообще разнесет. Пучить будет нереально. Мы быстренько собираем этот опыт. Не представляю, зачем. Но! Но! Зачем же нужны эти кристаллы? И что они делают? Если вы победили эндер дракона, это не значит, что он покинул вас. Оставил вас одного и больше никогда не вернется. Нет! Вы сейчас сможете воскресить вашего дружка. Вы его, ребята, сможете воскресить. Как это сделать? Вам нужно 4 энд кристалла. То есть, вам нужно найти 4 таких лошадок. И убить их. Что, в принципе, вы быстрее найдете кейс с миллионом долларов на улице. Где-то за гаражами, чем встретите 4 эти лошадки. Наверное, так оно и есть. Но! Если, допустим, там пришел к вам Херабрин. Только он был не злым, а мирным. И предложил вам там дай мне свою душу взамен на 4 кристалла эндера. Да? И вы, например, дураки согласились. Ну, допустим. Как же призвать его обратно? Ну, в смысле дракона, а не Херабрина. Ставьте один кристалл вот сюда. Его начинает бомбить. Ставите второй кристалл. Вот так, противоположно. Вы, конечно, можете оставить вот эту всю фигатю кристаллами полностью. И тут поставить, и тут поставить, и тут поставить, и тут поставить. Но зачем? Вы, в принципе, никогда не найдете столько лошадок, чтобы повыбивать столько кристаллов. А если вы все-таки нашли 4 лошадки, то ставите сюда, ставите сюда, ставите сюда. Здрасте, яичко. А где правое? И ставите вот сюда. Ну, давайте посмотрим, что сейчас произойдет, когда я поставлю вот сюда кристалл. Я поставил. И! Пи-ш! 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 Как видите, это хреновина. Опять начинает по кругу возобновлять вот эти... Смотрите. Опять начинает возобновлять... Кристаллы Эндера! Пи-ш! Где он? И опять вы заспаунили Эндер Дракона. Да. И, в принципе, мне так кажется, если вы его опять убьете, эээ, допустим... Сейчас опять самая эпичная битва столетия! Это ожидали все... Все люди на планете. Да попади ты, мать твою... Мать твою... Мать твою... Ага! Твою мать! Иди сюда, я тебя еще запинаю этим... О, нифига себе! Ну, нормальный такой мечочек на 2000 шарфнесса, да? Вы его опять, наверное... Вот, вы его запинали, мне кажется. Вы сейчас опять сможете заспаунить еще одного. То есть, вот такой бесконечный процесс спавна, спавна, спавна и спавна Эндер Дракона. То есть, да, вы, наверное, опять... Да, то есть, бесконечно вы можете спавнить, но вам, как всегда, нужно идти хотя бы столько лошадок, чтобы все-таки заспаунить. Я больше сюда не буду ставить, я не вижу в этом смысла. Опять его спавнить. Просто на этом, ребята, вот так мы тут закончим. Я тут сделаю на память скриншотик. Это реально круто. Но, в принципе, ребята, я не знаю. Лично мое мнение, если вам интересно, то я думаю, что все-таки... С одной стороны. Я думаю, это круто. Потому что Майнкрафт не сидит на месте. То есть, создатели Майнкрафта... Как я знаю, все-таки, Майкрософт выкупили Майнкрафт. Сейчас они там за рулем. Они это все делают. Ну, с одной стороны, ребята, я вам скажу. То, что это круто. Они все-таки продвигают Майнкрафт. Они добавляют много всего. Крылья. Новые мобы. Опять суммон Эндера. И, в принципе, офигеть. Новый баланс оружия и многое другое. То есть, они не сидят, они не вносят одно изменение раз в год. Например, о, там... Что-то им там захотелось, набухались на Новый год. Ух, точно, мы же купили Майнкрафт. А давайте... А давайте... А давайте ночь яблоко уберем. И вот так, в принципе, происходило бы раз в год. В этом нет смысла. А вот так что... Снапшоты выходят практически каждую неделю, каждые две недели. И я не скажу то, что они там просто убирают какие-то баги. Что-то они там убрали, что-то пофиксили, что-то какую-то маленькую деталь добавили. То есть... Не так. Они, если делают новый снапшот, они там добавляют дофига чего. То есть, это реально круто. Но с другой стороны, если посмотреть, потому что всегда у каждого человека свое мнение. И кто-то может вот так подумать, как я сейчас подумал, но кто-то может подумать с другой стороны. То, что они совсем рехнулись. Они убирают одни вещи, добавляют другие вещи. Добавляют те вещи, которые, в принципе, вам никогда не понадобятся. Или добавляют одни вещи, через которые вещи можно сделать другие вещи. То есть, как сейчас лошадочку, чтобы добыть эндеркристаллы. Но эту лошадочку вы, в принципе, встретите, я не знаю, раз в год. И то, если вам повезет. Вот прям реальная статистика. Это очень тяжело, чтобы... Если играть честно, без команд, без вот всяких там, я не знаю, телепортов. Если честно, то это очень тяжело. Я не знаю. Крылья добавили. Добавили новый эндер мир. Кто не знает, сейчас где он. Вот. Тут есть новый эндер мир. Вот давайте пойдем сейчас. Кто не знает. В принципе, они многое чего добавили. Но кто-то может подумать, что это чересчур. Что они слишком, слишком много всего запихнулись сразу же. То есть, люди не успевают привыкнуть к одному обновлению. Они сразу же выпускают другое, где еще намного больше всякой офигетней, чем в предыдущем обновлении. Я не знаю. Ребята, в принципе, не забываем то, что это только снэпшоты. Это не финальная версия Майнкрафта. Это, как можно сказать, открытое бета-тестирование. Как, например, бывает в различных играх. Как, например, недавно было бета-тестирование в Star Wars Battlefront. Полмесячо назад было в Call of Duty 3. То есть, это бета-тестирование. Чтобы игроки выявили баги. Чтобы игроки сказали разработчикам. И, в принципе, сделали статистику, что им понравилось. Что бы нужно пофиксить. А что вообще нафиг убрать. Поэтому, мне самому интересно, сколько вообще будет длиться это еще бета-тестирование. Сколько они еще планируют в будущем выпустить версии снэпшота. И когда они уже, наконец-то, перестанут их выпускать. Сделают все в сумме. Возьмут все лучшие обновления. Засунуть все-таки в Майнкрафт. И, наконец-то, выпустят новую версию. Потому что, мне кажется, всем было бы интересно даже поиграть в том же ванильном Майнкрафте. Потому что, во-первых, это будет интересно. Будет что-то новенькое. Потому что это уже как будто не ваниль, а уже как будто с модами. А, во-вторых, вряд ли в скором времени выйдут вообще моды на Майнкрафт 1.9. Вы, как знаете, сколько уже времени существует в Майнкрафт 1.8. А до сих пор он еще нестабильный. То есть, стабильно моды выходят и продолжают выходить. И они есть на максимум 1.7.10. А вот это 1.8, в принципе, там уже очень тяжело найти какие-то стоящие моды. А вот эти 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 там вообще уже нихрена нету. Я, если честно, даже моды на шейдеров не нашел. И даже, я не знаю, мод на Фодж я еле нашел ее. Или вообще его не существует. Хрен его знает. Но, в принципе, ребята, сейчас мы будем заканчивать прямо на вот этом таком красивеньком домишке. Ребята, как обычно, я бы очень хотел вас сильно попросить поставить лайк. Ведь не забываем то, что если мы, например, 700 лайков, то в первую очередь, ребята, мне будет очень приятно. Я люблю своих подписчиков. Я выпускаю для вас видео. И если вы поставите лайк, то вы хотя бы тоже, хоть немного, но все-таки выразите любовь к мне. В принципе, мы же друзья. Каждый мой подписчик мой друг. Поэтому, если хочешь вступить в нашу семью, просто-напросто подпишись. Я тебя приглашаю. Я буду действительно этому очень сильно рад. Также не забываем оставлять комментарии под этим видео. Ведь я читаю ваши комментарии. Также я буду рад узнать ваше мнение. И даже ответить на ваш комментарий, если у вас возник какой-то вопрос. Или даже, может, какое-то пожелание. И также можете добавить меня, друзья, вконтакте. Ссылочка на меня есть в описании, если вы, конечно, этого хотите. А мы, ребята, будем заканчивать на этом. Я еще расскажу. Желаю вам удачи. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok